Здравствуйте! Прежде чем начать наш разговор, хотелось бы с вами немножко познакомиться, узнать немного о вас, о вашей группе. Привет! Меня зовут Ваня Есин, я из группы Бардак. Мы выпускаем на днях, буквально послезавтра, второй альбом и будем его презентовать. Как называется ваш альбом? Альбом называется Русский Рок. Очень интересное название. Да, именно так, транслитом. Он такой немножко тролльный, потому что это такой одновременно и русский рок, и не совсем русский. Рассказывать подробнее не буду, пускай будет интрига. 16 сентября на всех стриминговых сервисах послушайте, сами все поймете. А обложка есть для вашего альбома? Кто рисовал? Да, обложка есть. Ее рисовали совершенно замечательные наши друзья, дизайнер Михаил Лаптев и его жена Александра. Мы специально сделали такой арт, который был бы такой вот, то, что называется развесистая клюква. Этот арт, собственно, вызвал целый скандал на Украине, потому что там такой неформальный медведь с серьгой в ухе, и под ним две перекрещенные гитары и балалайка. Вот. И люди посчитали, почему-то это экспансией вообще и претензией на независимость Украины. Вот. Мы, откровенно говоря, офигели от такого расклада. Очень сильно. Вот. Но, тем не менее, такая вот была штука, ничего, никакой политоты этим не подразумевалось вообще совершенно. То есть, даже близко не было. Вот. Но, как бы случайно у людей вот так вот триггернуло. Ну, по вашим рассказам, достаточно интересный такой альбом, в моем воображении, вот лично. Ну, не альбом, а даже вот обложка вырисовывается. Вот уже, да, красочно видится. Вот. Вы выбирали себе художников вот как? Вот только вот для этого альбома, или вы уже с ними работали раньше? Нет, мы работали с Михаилом, собственно, на обложку для первого альбома. Он тоже нам делал все два сингла, которые были между альбомами, тоже он оформлял. И мы очень, так сказать, довольны сотрудничеством. Как у любой творческой личности бывают там загоны всякие. Миша в какой-то момент начал все вообще, что он делает, все, что мне показывает, оформлять в такой кровавый закат, кроваво-красный. Когда мы предыдущие синглы оформляли, я сказал, Миша, только, пожалуйста, ради бога, без вот этой кровищи, без вот этого ада. Он сказал, ну окей, ладно, мне так нравится. У вас в песнях нет такого, что натолкнуло его на мысль? Нет. Дело в том, что это у него из другой области искусства, насколько я понимаю. Он занимался оформлением, в том числе, афиш для театра на юго-западной, московского. И у них был какой-то такой хоррор-спектакль, насколько я понимаю. К нему он нарисовал такую атмосферную штуку, очень крутую. Но потом он начал как бы это вот экспансировать на все. Но он при этом очень профессиональный человек. И у нас, ну, вообще, в принципе, в любом нашем выражении, что в музыке, что в оформлении этой музыки, нам везет находить таких людей, которые понимают, что нужно сделать. Это касается и тех, кто нам клипы снимает, и тех, кто оформляет обложки, и тех, кто нас пишет на студии. То есть, вот реально прям очень везет нам на людей, которые понимают, чего мы хотим, как это все должно выглядеть. Замечательно. Кто у вас музыку пишет для альбома? Кто? Слова? Или вы ее сами вместе соберете? Слова пишу я. Все целиком. Идеи такие, как бы, какие-то эмпирические, первоначальные для песен тоже мои. А перерабатываем мы их уже все вместе, потому что то, что я могу предложить, оно, в общем, как бы мне самому даже скучно, да. Неинтересно, достаточно прямолинейно, но ребята умеют это все с ног на голову перевернуть, кусков там всяких намешать. И в итоге сделать что-то такое очень самобытное и очень такое качающее. У вас получается сначала слова, потом уже музыка уйдет? Нет, нет, совершенно не так. Мы как раз, как бы, стремимся к тому, чтобы идти от музыки, от каких-то рифов. Потому что, ну, я уже много раз это говорил, у нас великая русская система стихосложения, просто прям вот наследие богатейшее, но оно все примерно в одном ритме, да, находится там. Плюс-минус очень сложно русские стихи положить на какой-то синкопированный ритм, на какие-то вот эти вот рифовые штуки. Поэтому мы придумываем всю эту историю заново. Это одна из, собственно, наших таких сверхзадач и сверхфункций в русский рок вернуть вот эту вот рифовость и вот эту вот именно тяжесть качевости. Понятно. Вот вы упомянули вот незадолго до этого, что вы снимаете клипы. На данный момент сколько у вас клипов и планируете ли вы еще снимать? Ну, мы всегда планируем, у нас есть суперкрутая задумка на клип, то есть, ну, как обычно, все такие лейбловые артисты, да, они все делают не так, как мы. Мы делаем все наоборот, совершенно неправильно, да, получается, потому что всякие крутые ребята, они как пишут альбом, он их готов, все. Они начинают выпускать там сингл, потом клип, потом еще клип, вот как Рамштайн делал, они там перед выходом альбом, по-моему, 4 клипа выпустили, да, все это у них было там заранее отснято, там заранее подготовлено. У нас происходит совершенно не так. Мы записываем альбом, даем его там послушать друзьям. Есть у нас, например, Женя Жижикин, который снимал клип на песню «Бардак», он говорит, как правило, ребята, мне с этого альбома нравится вот эта песня, хочу на нее сделать клип. Вот прям хочу, 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 вот, вот. Ну, Женя, ну, хорошо, давай, давай сделаем, супер, да, отлично, огонь. Говорит, окей, вот, смотрите, мне для этого нужно вот это вот это. Мне для этого нужно, там, такое-то оборудование, мне для этого нужно, там, столько-то денег. Мы такие, ммм, денег, идея крутая, пошли искать деньги. Через полгода мы их находим, говорим, Женя, вот, мы нашли, супер, давайте снимать. Вот, ну, как бы через полгода, это хороший вариант, потому что, соответственно, альбом, на котором была песня «Бардак», вышел в конце 2016 года, клип мы на него сняли весной 2019-го, да, то есть там вот такая вот была задержка. Ну, у кого-то там иногда, там, не сразу до режиссеров, там, доходит, да, там, что-то, вот. И здесь такая же история, да, то есть Женька, вот, сказал, что у меня есть идея, вообще, просто, вот, я прям с удовольствием, вот, но, как бы, пока, вот, не все складывается. Скоро, скоро будет клип на песню «16-м». Это очень интересно. Так, а вот мы сейчас находимся на музыкальной выставке «Нам Мьюзик Месс». Вот, я хотела вот узнать ваше впечатление об этой выставке и сколько раз вы уже были на ней? Это такой анекдот, потому что я сюда не мог попасть 4 года. То у нас какой-то концерт выездной попадал, то есть я каждый раз мне в апреле где-то, или там, может быть, в мае, приходит каждый раз рассылка почтовая, что вот у нас будет, значит, осенью выставка, зарегистрируйтесь, получите электронный билет. Я каждый раз регистрируюсь, получаю электронный билет и никогда сюда не попадал, вообще просто, ни разу. Вот, в этот раз я решил, что все, надо, надо уже. Ничего не планировал, в общем, почти специально. Вот, и наконец-то приехал и, откровенно говоря, ну, я, в общем, не то чтобы разочарован, но я ожидал сильно большего. То есть разочарования тут по-любому никакого не могло быть, потому что тут выставляются, в частности, мои друзья из «Инспектор Гиттерс». Да, тут в любом случае, там, я вчера послушал Маврина, да, давно его не слышал вживую. Очень здорово, очень классно, супер, да, там, то есть я познакомился с людьми, которые производят очень классные мастеровые гитары, очень классные инструменты, мне прям вот очень понравилось то, что они делают. Мастер из Дубны, забыл, как зовут, прям вот суперские штуки. Я, может, когда разбогатеюсь, я закажу там, потому что у него такое видение, очень подходящее к нашей акустической программе, да, и по стилю инструментов я поиграл, очень удобно, все здорово, вот. И с друзьями я здесь встретился совершенно случайно, с которыми, с которыми не ожидал вообще здесь увидеть. Вот, это все супер, но очень большая проблема, конечно, в том, что в основном выставка – это такой, как бы, купи-продай, в первую очередь, к сожалению, и это подчеркивает то, что у нас есть рынок оборудования в России, да, у нас есть рынок инструментов, да, там, достаточно хорошо развиты, там, вот эти все, там, технологии продаж, там, производство у нас есть очень неплохое, да, там, тот же инспектор, там, тот же Шамрай, вот эти вот ребята из Дубны, есть в 7-м павильоне куча народу, которые этнические инструменты, да, этническими инструментами занимаются, там, всякими модификациями, да, там, электрогусли всякие, электробалалайки, да, там, какие-то, там, укулеле двугрифовые, да, все это очень круто, все очень здорово, но у нас вообще, нахрен, нет индустрии, собственно, продвижения музыки, потому что, ну, два стенда журналов, EQ и Inrock, да, два стенда музыкальных агентств, ну, ребята, это не серьезно, это не, ну, как бы, это вообще не про индустрию, это не про поиск контактов, это не про, как бы, какое-то расширение, да, там, не про какую-то экспансию, а выставка должна быть именно об этом, ну, мне кажется. Ну, там еще проводятся мастер-классы, иногда какие-то выступления, чтения какие-то тоже проводятся. Ну, вот на эту историю я как-то не попал, потому что я, откровенно говоря, подустал немножко от мастер-классов и в обычной жизни, чтобы еще на выставке, как бы, вот, и этим заниматься, и я посмотрел программу, на самом деле, те мастер-классы, которые мне были бы интересны, я их уже все проходил не в рамках данной выставки, вот, вот как-то получилось так, что эта программа меня тоже как-то мимо меня проскочила. То есть получается, что мастер-классы, они более как-то интереснее будут простым посетителям, чем музыкантам или для... Ну, конечно, нет, это очень полезное дело, особенно в том, что касается... В том, что касается семинаров и каких-то мастер-классов по именно игре на инструментах, да, по техническим каким-то историям, да, но те, кто, как бы, вот, ну, как мы выпускаем второй альбом, все это уже знают, это по-любому, то есть, ну, вообще, вообще никаких вариантов нет, да, узнать здесь в таком формате что-то новое невероятно сложно, то есть, если я захочу, там, как-то углубиться в технику вот этого двуручного тейпинга, который Маврин играет, да, я напишу ему и скажу, Сергей, я хотел бы вот этим вот заняться, да, давайте, как бы, с вами позанимаемся этим углубленно, потому что то, что здесь Сергей, там, может мне показать в рамках того же, там, семинара, да, и уделить мне пять минут, потому что вокруг, ну, там, еще 50 человек таких же, да, мне это ничего нового не даст абсолютно, да, то есть, тут с точки зрения популяризации, с точки зрения именно вот экспансии и, там, этой техники, этого стиля, вообще рок-н-ролла в целом, это отличная работа, все здорово, все круто, всегда, ну, люди, как в одном анекдоте про байкеров было сказано, да, что каждый год новые, вот, приходят в музыку новые люди, которые этого не знают, которым это интересно, среди них, конечно, нужно эту работу проводить, но люди, которые играют там, хотя бы просто в группе на хорошем уровне, все это уже изучили. Мы уже и давно, и в музыкальных школах, и сами, и по интернету, и... Ну, с музыкальными школами большой вопрос, конечно, я вот по племяннику своему вижу, что музыкальные школы начали потихоньку поворачиваться лицом к людям, это наконец-то произошло, нет вот этого вот совкового подхода к обучению, точнее, ну, не то, что нет, он как бы потихоньку искореняется. Ну, хотя бы какие-то азы в будущее сдаются им. Ну, по крайней мере, людей спрашивают, что им интересно играть, они открывают им учебник и говорят, учить отсюда, от сих до сих приеду, проверю, да, там, то есть... Это уже и желания никакого учиться нету. Это уже огромный прогресс. Вопрос у меня был, вернется обратно к вашей деятельности музыкальной, вот про концерты, много ли где выступали, где хотели бы еще выступить? Ну, я всегда отвечаю на этот вопрос примерно одинаково, что у нас была цель выступить на стадионе, мы ее добились, гештальт, в принципе, закрыт. Мы выступали на футбольном стадионе города Пинсунда, это был фестиваль «Абхазский берег», который байкерский клуб М8 организовывал, вот, и поэтому теперь, как бы, такой вот, мегагештальт закрыт, стадион мы свой собрали, ну, может быть, там, как бы, может быть, не совсем собрали, может, не очень большой стадион, но тем не менее, вот, и дальше мы можем себе позволить творить, в принципе, чего угодно, вот, в частности, из ближайших у нас планов, это завоевание своими концертными программами с новым альбомом «Москвы и Питера», 4 октября Москва-клуб «Гластенберри», 12 октября Питер-клуб «Рут-148», вот, до этого у нас будет еще небольшой сет на фестивале «Быть добру», который памяти Жени Павловского в этом году будет, вот, и будет еще одно секретное выступление, о котором мы никому не рассказывали. Вот, так вообще мы хотим вот откатать программу вот этого тура и, на самом деле, немножко снизить количество выступлений, потому что в этом, в прошлом году, было очень много такой, как бы, сценической работы, из-за этого мы очень долго работаем над студийными проектами, а это сейчас, ну, непозволительная, на самом деле, роскошь, как бы, их так долго держать, а то, пускать один альбом в три года для такой, можно сказать, молодой группы, да, это, в общем, не очень хорошо, нас фанаты, как бы, справедливо нам пеняют и справедливо на нас обижаются, что, ребят, ну, а почему так мало материала, да, нам вот хочется послушать еще, а негде хочется посмотреть, опять же, да, там что-то, а негде, как бы, вот и никак не выходит. Вот, так что у нас громадье студийных планов, у нас практически готов третий альбом по материалу, но его там надо дописывать, дописывать, еще сто раз дописывать, у нас есть масса идей по поводу акустических программ, у нас есть куча народу, знакомых, музыкантов, которые говорят, ребят, давайте я сыграю вам на балалайке, да, слушай, давай, круто, вот, а когда, ну, вот, через полгода, это, короче, никуда не годится, мы хотим от этого уходить, хотим, чтобы была такая ситуация, что я хочу вас сыграть на балалайке, да, хорошо, поехали в студию, прямо сейчас вот запишем, вот это то, к чему мы сейчас стремимся. А как вам лучше выступать? Ну, не в закрытых, а в маленьких, уютных клубах или собирать там большие стадионы? Или вы еще не поняли насчет больших стадионов? Тут вообще тоже серьезная история, потому что для того, чтобы хорошо играть в маленьких клубах, нужно поиграть на больших площадках, серьезных, с хорошим звуком. К сожалению, у нас вообще во многих сферах жизни обучение построено по принципу, когда плавать научитесь, тогда и воду вам в бассейн нальют. Так не работает, с музыкой так не работает точно, абсолютно. Для того, чтобы была хорошая музыка, нужно изначально, желательно, учиться на хорошем аппарате, на хороших инструментах играть, с серьезными звукорежиссерами, потому что, что человек первое, как бы, услышал, подсознательно, он к этому звуку и будет стремиться, ну, не скажу всю жизнь, он будет стремиться к этому звуку очень долго. Если человек сразу слышит хороший звук, он его научится извлекать из плохого аппарата. Если человек сразу услышал дерьмо, как было у нас долгие-долгие годы во всяких клубах, типа, там, какого-нибудь тер-клуба, да, там, ну, вот, просто реально, там, кровь из ушей, да, там, то человек даже, он понимает, что это кровь из ушей, он понимает, что дерьмовый аппарат, да, он понимает, что все плохо, но он приходит на концертную площадку, хорошую, да, там, хорошего уровня и рулит тебе точно такое же дерьмо. Вот, это именно такая психологическая история, это именно такой вот момент, ну, такого, вот именно отсюда происходит слово, которое я очень не люблю, которое говнорог, да, то есть, вот, корни, явления растут из этого, потому что в, там, 50-х, 60-х годах прошлого века плохого аппарата просто не было. Да, там было дорого, да, там, не каждый мог себе позволить, там, люди копили, там, годами на какой-нибудь усилитель, да, там, сейчас, в принципе, приличный аппарат, хороший, да, хороший, там же, гитарный усилитель, тоже стоит дорого, тоже, там, как бы, обычному, там, студенту нужно несколько лет, там, копить, там, разгружать вагоны, чтобы его купить. Играть надо на хорошем аппарате сразу, вот. Поэтому такая вот, такая вот штука, мы этот момент, как бы, уже перепрыгнули, мы смогли это перерасти, поиграли уже на хороших площадках с хорошим звуком, поэтому теперь мы можем и в маленьком помещении сделать так, чтобы было громко, но комфортно, да, чтобы, там, у народа из ушей кровь не текла, чтобы у нас, те, кто поет, да, там, в частности, я, там, связки не рвали, да, там, себе голосовые, вот. Ну, теперь мы можем играть где угодно, можем на стадионе, можем в клубе, нам, в принципе, без разницы, главное, чтобы атмосфера была душевная, главное, чтобы... А квартирники, если собирать? Да, был у нас и такой опыт, да, мы тоже только за, просто времени на все не хватает, вот, сейчас мы упоролись больше в электрический, именно, проект, именно в электрическое звучание, хотя у нас есть некоторое количество зрителей, которые прямо... Квартирник, квартирник! Ну, и почему вы не устроите нашему, вашему квартирник и концерт? Как-нибудь так совместить? Или по отдельности? Потому что, потому что, да, потому что получается, что мы не можем одновременно быть в двух местах сразу, вот, и у нас такое поступательное движение, сначала мы сделаем одно, а потом мы сделаем другое. Ну, и чтобы тем угодить, и тем угодить. Да, на самом деле, не то, чтобы угодить, а нам тоже нравится акустику играть, мы долго очень к этому шли, и тоже там, это такая забавная штука, потому что считается, что акустика, это как раз вот для тех площадок, где невозможно играть электричество, это для тех, как бы, случаев, когда ты, например, не можешь взять с собой барабанщика, да, там, ну, почему-то вот не можешь, да, там, из бюджетных соображений, или из технических, да, там, не получается. И ты делаешь акустическую программу специально для таких мест, специально для таких концертов. Но, на самом деле, из-за такой гораздо большей разреженности звука, мы вот поняли, что можно в акустику, на самом деле, напихать кучу всего, то, что не полезет в электричество, потому что в электрических, особенно, когда у нас вот перегружены гитары, две-две, да, барабаны, бас, два вокала, тоже там по регистрам разведенный, иногда губная гармошка, и, в принципе, все, да, то есть в эту историю уже с трудом, ну, может быть, вот секрет небольшой приоткрою, на вот этом концерте впервые мы будем живую выступать еще и с клавишами. О, ничего себе. Вот, да, у нас... То есть по звуку разбавится в разы. У нас будут еще и кнопки, да, так называемые. Вот. Ну, в принципе, все, больше уже, как бы, ну, тембрально ты ничего... ничего не впихнешь. В акустической версии у нас, значит, к двум гитарам, иногда басу, иногда бас с барабанами, иногда кахон, да, губная гармошка, у нас добавляется еще, как минимум, банджо, как минимум, варган еще. Леха, ну, варгане играет наш гитарист. Значит, сейчас мы очень хотим, чтобы балалайку туда. Вот. Очень у нас посещают такие вот мысли, что неплохо бы контрабас, вот, ну, вместо баса, скорее всего, что иногда неплохо бы меняться, да, там, что я в основном играю на 12-струнной гитаре, она не везде, как бы, хороша, да, там, иногда, как бы, неплохо было бы мне брать просто обычную шестистронку, а Лехе вместо акустики или вместо банджо брать электрогитару. И получается, что, если все наши задумки реализовать, нам нужен грузовик инструментов с собой, нам нужно еще 4 человека состав, это такой, короче, прям оркестр выходит. К сожалению, это сложно очень. То есть, получается, что, чтобы вот прям хорошо, клево, вкусно сделать акустику, ресурсов нужно больше, чем для того, чтобы хорошо, вкусно записать электричество. В общем, грандиозные планы у вас. Не без этого. Ну, еще давайте поговорим немножко об альбоме. Ну, прорекламируйте свой альбом, свой концерт, и мы, наверное, все на этом закругляемся. Проходите. Ага. Glastonbury Pub, 4 октября 2019 год. Билеты у нас в группе, билеты на таймпаде. Презентация нового альбома «Русский рок». Альбом новаторский, для нас инновационный. Будет куча сюрпризов, будут наши друзья нам помогать, будет группа, которую вообще нигде пока нельзя услышать, кроме как вот на наших концертах, в презентациях. 12 октября будет презентация в Санкт-Петербурге, клуб «Руд 148». Там, кроме вот этой вот сюрпризовой группы, которая тоже с нами поедет, будет еще наш замечательный друг Саша Туманов из группы «Все равно». сольно там будет под гитару рычать. Альбом сам по себе 16 сентября. Это уже вот два дня осталось. Может быть, даже когда выйдет к интервью, он уже будет в сети. Ребята, слушайте, пишите обязательно мнение. Нам очень интересно, потому что мы придумали не совсем стандартную штуку. Он как бы альбом непросто, он альбом такой с подвохом. Его уже близки к тому, чтобы запретить на территории Украины. Совершенно незаслуженно, на мой взгляд, ничего обидного для Украины там нет. Он уже вызвал определенный резонанс. Люди, которые его послушали, уже написали какое-то количество рецензий. В общем и целом, очень положительный, благожелательный фон. Хорошо. Так что не верьте им, зацените лучше самостоятельно. Спасибо вам огромное. Очень интересно вас было слушать. Спасибо вам. Брок-н-ролл. Все. Спасибо.